Всем привет! Продолжаем рассматривать картины из культуры художников Вильгельм Морген, немецкий художник, экспрессионист и график. Родился 27 января 1891 года. Отец был бывшим музыкантом военного оркестра, который позже стал железнодорожным рабочим. Мать была склонна к творчеству и к 1920 году собиралась опубликовать небольшую книжку стихов. После смерти отца в 1892 году она изо всех сил старалась поддержать Вильгельма и его сестру. Хотела, чтобы он стал протестантским священником. После недолгих пребываний в местной гимназии Вильгельм начал интересоваться занятиями искусством. В 1908 году по совету Отто Модерсона он переехал в колонию художников в Орбсиде и учился у художника Георга Тапперта, художника-экспрессиониста. Тот познакомил его с современным искусством. В 1909 году он вернулся с Совест, где основал небольшую студию. Начал выставляться. Отправился в Берлин, чтобы взять еще несколько уроков у Тапперта. Говорят, что его работами был впечатлен Франц Марк. Принимал участие в престижных выставках в Берлине. С 1913 года картина Вильгельма Моргенера все более приближается к абстракционизму. Так, его астральные композиции 1913 года крайне лаконичны, крайне скупые изображения горных пейзажей. Через некоторое время начал свой обязательный год военной службы. Продолжал писать акварели и рисунки. Началась Первая мировая война и его направили на Западный фронт. Вскоре он был госпитализирован в Берлинскую больницу с травмой ноги. По-видимому, ранение было несерьезным, поэтому он был возвращен к службе, на этот раз на Восточном фронте. И получил звание сержант, железный крест. Я цитирую переводную Википедию. После еще одного краткого пребывания в больнице его отправили в Болгарию и Сербию, где он работал чертежником. В 1915 году воевал против русских войск на Восточном фронте. В мае 1917 проведен во Фландрию, где 16 августа 1917 года, в возрасте 26 лет, художник был убит в бою с британскими солдатами. В 1937 году нацистский режим объявил его работы дегенеративными, и многие из них были конфискованы. Восемь из них были показаны в Берлине на второй выставке дегенеративного искусства в 1938 году. Сохранилось множество работ этого художника. Самая большая коллекция 60 экспонатов выставлена в «Совести», где в 1662 году его семейный дом стал музеем. Учреждена премия Вильгельма Моргнера для молодых художников в 1653 году. Вот так вкратце о немецком художнике-экспрессионисте графике Вильгельм Моргнер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok